Электросамокаты, моноколеса, гироборды становятся в Рязани все более популярными. Теперь их принято считать средствами индивидуальной мобильности, сокращенно СИМ. С помощью них можно быстро добраться из точки А в точку Б. Их нередко используют, чтобы сэкономить время по дороге в офис, университет, школу. В соответствии с ПДД они не являются транспортными средствами. Однако некоторые устройства, схожие по конструкции, могут иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт. Или максимальную конструктивную скорость более 50 км в час. Для управления такими устройствами гражданам необходимо наличие специального водительского удостоверения категории М или А. Но в данном случае все, кто имеет категорию Б, также имеют категорию М и имеют право передвигаться на данных устройствах. В пятницу в лесопарке сотрудники ИБДД провели профилактическое мероприятие. Они раздавали листовки тем, кто в будущем может захотеть взять в прокат или приобрести себе, например, гироскутер или электросамокат. Зная правила, это поможет избежать ошибок при управлении такими средствами. Ведь использование этих устройств на дорогах общего пользования – серьезный источник повышенной опасности, как для пешеходов, так и для тех, кто управляет такими электросамокатами или мини-сегвеями. ОС Автоинспекция обращает внимание на необходимость более внимательного отношения к правилам безопасности на дороге при их использовании вышуказанных средств передвижения, особенно с несовершеннолетними, так как впереди наступает теплое время года, когда детвора значительное количество времени проводят на свежем воздухе. Штраф за передачу транспортного средства лицу, не имеющему права управления, составляет 30 тысяч рублей. Такую ответственность несут как родители, так и те, кто работает в прокатах и выдает такие средства передвижения лицам, не имеющим прав. Алиса Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».